Сельскую медицину ждут серьезные перемены. В министерстве разработали ряд мероприятий, которые позволят существенно сэкономить бюджетные деньги и направить их на увеличение заработной платы медперсоналу. Например, в селе Клютьевка Беляевского района. В рамках оптимизации один из корпусов больницы отдадут под детский садик. Совершенно без ущерба на оставшиеся 500 квадратных метров будет расположен и дневной стационар, и будет работать участковый терапевт, педиатр, зубной врач, регистратура, лаборатория, физкабинет, оптичный пункт. В распоряжении этой больницы остается санитарный транспорт. Как пояснила министр, это не значит, что население останется без врачей. Просто ликвидируется излишек больничных коек и площадей там, где он есть. В селах, где медиков вообще нет, а это деревни, в которых живут меньше 300 человек, организуют домовые хозяйства. Это совершенно новая форма обслуживания населения. Что такое домовые хозяйства? Это на базе любого подворья, где проживают еще достаточно трудоспособные люди, которые весьма активны и которых можно обучить приемам оказания доброй учебной помощи. Они оснащаются средствами связи, сумкой-укладкой для оказания первой помощи. И именно они сегодня в маленьких таких поселениях могут быстро вызвать на себя неотложную помощь из участковой ближайшей больницы или же из центральной районы для оказания специализированной уже помощи. Обучать людей оказывать первую помощь будут участковые врачи из центральных районных больниц. Параллельно будет решаться и проблема нехватки медицинских кадров. Программа «Сельский доктор» позволила привлечь к работе в сельской местности на сегодняшний день 80 специалистов. То есть именно они уже получили из федеральной казны подъемные в виде миллиона рублей. Мы планируем, что до конца года у нас будет около 100 специалистов оплаченных. По крайней мере, заявки уже поступили. Около еще 20-25 человек будут направлены в сельское место. Чтобы дефицита квалифицированных медиков в нашей области не было, в Министерстве здравоохранения планируют теснее сотрудничать с муниципальными образованиями и создавать привлекательные для врачей условия жизни и труда. Александр Петренко, Виктор Яковлев, Будни.